Цикл весь завершается. Естественно, влияние как... Ну, а вот не хилищик, говорим, на цене, а здесь ничего, ничто. Всё на счёт это строится. Но опять же, если Тарантино брать с одной стороны, брать белое солнце в пустыне с другой, то Тарантино не тянет вообще. Вот ваша, с вашей жизни, я прям... Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Блогер Иванович, скажите, потому что у нас вам два вопроса, правда. Ну, первое, это вы изначально занимались кинематографом, да, получили образование. Что вас побудило уйти в семинарию всё-таки изначально? Потому что на такой шаг может решиться только очень умный, морально устойчивый, духовно образованный человек. Вы знаете, вы будете смеяться. Мне сделали предложение, как в фильме «Коппола», сделали предложение, от которого невозможно отказаться. Я... Судьба так... Господь так свёл меня с архиереем. И в ходе разговора у нас долгий разговор был. Синдром полустанка, когда случайному человеку рассказывает больше, чем обычно, даже близкому. И у меня прокололо колесо. Я его вез с Софрина, чтобы она отдала за паникадил. Мы с ним за жизнь поговорили, у него сложная жизнь. Он говорит, хороший мужик, ну, у тебя всё нормально, вот только тебе «Попол» надо, говорит. Ты простыми словами сложные вещи умеешь объяснять. Я, значит, затих, а я христианин. Я спрашиваю, так, что ты не отказался? А как тут отказаться? Тебе говорят, ты христианин. Значит, те архиереи, говорят, ты должен в «Попол» становиться. Мало того, он говорит, жду тебя через два дня чай пить ко мне в Среднеазиатскую, к мне, к мне в Среднеазиатскую епархию. И всё, это приказ. То есть, я… Ну, а как откажешься? Я христианин. То есть, есть вещи, от которых невозможно отказаться. Я приезжаю, Оксанке говорю, Оксанка, кажется, я буду «Попом», буду в Среднеазиатскую, судя по хитрому глазам архиереи, буду там навсегда. Вот, барханов, острых, как крутить хвосты. Значит, она задумалась, так, где наш большой чемодан? Маленький! Вот она вспомнила, у меня не было сомнений никаких. Вот, вот так вот. Спасибо, и второй вопрос. И последний вопрос. Ну, я думаю, он как раз в тему. Вот нас, вы занимаетесь миллиардом просто одновременно всяческих дел. Иванович, раскройте секрет, где найдете ещё 6 часов дополнительно к 24? Я не знаю, я так сефлю по этому поводу, мне так не хватает, я боюсь подохнуть. Но, с другой стороны, нормальный мужик должен погибнуть либо в атаке, лучше в штыковой, либо от переутомления. Ну, вот так выбор нормальный. Я встали, я не знаю. Мне кажется, что Господь на каждому из нас дал некие несколько талантов, и задача любого педагога их раскрыть в первую очередь, а не дать сознания. Знаний полно. Нет проблем в знаниях, есть проблема их систематизации. И надо выявить эти знания и двигаться, прям не обращать внимания, что-то как, что-то там произойдёт. Господь спасёт, если искренне этим заниматься. Спасибо большое, спасибо за Ваш дозор, за Ваш фильм, за Ваше присутствие в нашем городе. Спасибо большое. Спасибо. Иван, у нас последний вопрос. Что-то, конечно. Здравствуйте, Иван Иванович. Елизавета Остепова, Комсомольская, правда, на Кубани. И вот такой вопрос региональный. Вот с Трижаном приезжал, делился впечатлениями о прошлом посещения Краснодара. Вы что расскажете? Может, были какие-то интересные впечатления? Ну, в Краснодарске, я вот честно скажу, у меня основное с Краснодаром связано так, что я еду в пионерский лагерь в Анапу и всё время через Краснодар. Отсюда со страниц Серёжа Харсов. Ну, казачество ещё очень много знакомого, как-то так меня подрежно сел. Развойник, кстати сказать, вот так региональное я связано. То есть, казачий разбойник есть казак, в принципе. Так что, можно сказать, я привёз фильм о казаке, или как правильно сказать, казачий фильм, на самом деле. Он удалой, безбашенный, попрямотенный. Вот как оно должно, как казака должен существовать. А так через людей. Потому что все, с кем я сталкивался из этого края, меня купали в своё сердечное богатство. Спасибо большое, друзья. Давайте поблагодарим ещё раз нашего гостя за замечательный фильм. Спасибо. 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 Спасибо.